Довольна? Да, довольна. Очень рада, что из трех девочек ни одна не упала. Да, были ошибки, но все-таки не было самой грубой ошибки падения. Как настраивали их? Потому что, ну, довольно такой большой, серьезный марафон на взрослом уровне у них впервые, у всех. Ну, на самом деле я не требовала от них ничего запредельного. Просто хотелось, чтобы они выступили, достойно выступили. В идеале не упали, чтобы получилось, и просто как бы учились выступать. Все-таки им нужен опыт. Гигантский разрыв между первым местом и вторым. То есть Листунова это совсем другая лига для всей нашей сборной России? Да, у Листуновы сегодня получилась прекрасная комбинация. У нее она достаточно сложная, со сложными элементами и связками. А мы можем сейчас посмотреть повтор просто комбинации Листунова и сразу прям по элементам пройтись. И просто понять, вот на чем она набирает себе вот эту вот огромную базу, за счет чего она делает такой отрыв. Есть у нас возможность посмотреть повторы. Но сейчас пока. Но у нее сильный наскок. Начнем с этого. Сальто с переворотом. Да, у нее практически все соединения стоят две десятых и больше. Плюс сами элементы. Ну вот наскок, сальто согнувшись. Да. Сложный. Группа Е. Группа Е. Все элементы практически. И еще много элементов группы Е. Вот, например, это сейчас будет твист. Это группа Ф. То есть она, у нее наскок. Группа Е. Дальше твист. Группа Ф. Дальше связки, которые дают надбавку по две десятых. Вот она и база. Но при этом, ну это же надо обладать определенной смелостью, чтобы на бревне вот браться за такие программы. Алия, чемпионка мира на бревне, между прочим. Знает, как никто, как нужно делать программы на бревне, в смысле, как их компоновать и как потом их исполнять. Что самое главное на бревне? Ну гнаться за трудностью или вот работать за чистотой? Думаю, все-таки важнее на бревне найти золотую середину. Потому что какая бы сложная комбинация ни была, падение – это все равно большая сбавка. Иногда получается, что гонишься за двумя десятыми и получаешь сбавку балл. Это тоже не всегда верное решение. То есть нужно найти баланс. Иногда кажется, что вот эта погоня за золотой серединой, она немножко отдает такой слабинкой, как будто бы. Ну вроде как ты позволяешь себе, я же за золотой серединой гонюсь, поэтому и за сложные вещи браться не буду. Давайте я не буду тренировать вот это, у нас золотая середина будет вот здесь тогда. Так ведь тоже нельзя? Тогда это уже не середина. Тогда это уже не середина. Как вы работаете с девочками из молодежной команды, вот с Осокиной и с Андреевой? У них найдена эта середина? Или у них еще такой возраст, что там до середины вы еще даже не дошли? У них еще такой возраст, да. Еще много нужно работать, много трудиться. Помимо самих элементов, еще нужно умение выступать. Тоже им пока этого не хватает. Нужно больше стартов, больше стартов на таких вот огромных помостах. И уже можно будет о чем-то говорить. Еще важный момент. У нас же Лена Герасимова. Очень мощный специалист на бревне. Чемпионка России. Она на Олимпиаду ездила конкретно бревно делать. Сегодня, ну как будто бы не увидели мощного специалиста в ее исполнении. Но мне показалось, что она допустила первую ошибку и уже перестала бороться. Ох, так нельзя. Но в любом случае сегодня черта тройки призеров у нас определена. Лея Мустафина была в эфире. Старший тренер молодежной сборной России. Сегодня две девочки ее уже завоевали медали и будут на пьедесталь. И прийти в вольное упражнение. Там кто поборется? Злата Асокина и Людмила Рошина. Удачи им. А мы ждем выступления на брусьях у мужчин. Слово комментаторам. Приятно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...